приветствую всех на медицинском канале сегодня речь пойдет о ценнейшем натуральном продукте который используется в медицине для лечения проблем с кожей и волосами а также в косметологии для ухода за лицом, телом, прической и ногтями в интернете представлено достаточно большое количество отзывов относительно действия на кожу и особенно подкожный жир масла зеленого кофе при этом практически все отзывы положительные масло зеленого кофе по отзывам тех кто на себе испробовал действия этого продукта обладает такими свойствами оно тонизирует и освежает кожу придавая ей эластичность хорошо впитывается благодаря чему не оставляет жирного блеска на лице не вызывает аллергических реакций успокаивает кожу снимает покраснение и воспаление уменьшает и лечит угревой сыпь разглаживает морщины и защищает от ультрафиолетового излучения кроме того оно не забивает пор и выравнивает цвет лица масло зеленого кофе может с легкостью выйти из обращения многие даже самые лучшие крема гели лосьоны и прочие косметические средства которые вы используете для ухода за собой сочетание большого количества полезных свойств разностороннее влияние на процесс оздоровления кожи все это очень ценно для тех кто привык следить за собой масло зеленого кофе одно из средств которые можно без сомнений поставить пятерку самых эффективных и полезных если вы хотите в этом убедиться попробуйте этот ценнейший продукт и оцените его позитивное воздействие на вашу кожу а растительное масло зеленого кофе или нерафинированное его же называет органическим или натуральным это продукт холодного отжима необжаренных зеленых зерен кофе этот способ позволяет сохранять все полезные свойства кофейных зерен в полном объеме такой продукт не подвергается рафинированию другими словами специальной очистки с целью убрать запах и увеличить время хранения и таким образом сохраняются такие важные компоненты как витамины и аминокислоты нерафинированное масло зеленого кофе это слегка вязкая жидкость зеленовато желтого или оливкового цвета с приятным запахом и горьким вкусом а получает его из зерен необжаренного кофе ценных сыртов самым лучшим считается продукт выработанный из аравийской арабики получает его методом холодного отжима как уже указывалось ранее при этом способе сохраняется все полезные вещества второй вид масла зеленого кофе это эфирное масло которое как правило вырабатывается не из зерен растения а из его других частей это цветов листьев или побегов эфирное масло также очень ценный продукт обладающий стойким ароматом и множеством полезных качеств получает его путем дистилляции паром а применяется она для составления массажных смезей в косметических средствах домашнего приготовления и выпускается в маленьких флаконах по 10-30 миллилитров отличие эфирных масел от всех других состоит в том что это очень концентрированные продукты если их наносить чистом виде то на коже будут ощущаться чувство сильного жжения и стойкое покраснение я имею ввиду эфирное масло кофейных зерен поговорим чуть позже состав масла зеленого кофе входят фитостеролы благодаря их наличию масло зеленого кофе обладает собственным солнцезащитным фактором кроме того фитостеролы называют фактором наиболее физиологического омоложения кожи считается что они оказывают балансирующее действие слабо активизируя рецепторы к экстрагенам фитостеролы сдерживают меланогенез предупреждает появление старческой пигментации и способствует выравниванию цвета лица средства ухода за кожей с маслом зеленого кофе вследствие высокого содержания фитостерола отличается хорошим проникновением враговой слой эпидермиса оказывая выраженное увлажняющее действие следующий компонент входящий в состав этого ценнейшего продукта это кофеин который оказывает значительное влияние на состояние сосудистой стенки он тонизирует сосуды кожи что позволяет выровнять ее цвет обеспечивают дренаж жидкости оказывает противотечное действие кроме того масло может частично помочь в решении проблемы сосудистых звездочек и просвечивающих капилляров портящих вид кожи кофеин это мощный биологический стимулятор сжигания подкожных жиров природного происхождения благодаря наличию кофеина и его действию на сосуды а также обмен веществ клетках кофейное масло используется в комплексе борьбы с целлюлитом проникая в кожу на 2-3 миллиметра это средство активизирует кровоток и ускоряет липолиз или расщепление жира в проблемных областях а также оказывает подтягивающее действие на кожу став масло зеленого кофе входят такие полезные вещества как полиненасыщенные кислоты именно они восстанавливают клетки верхних слоев кожи и препятствуют старению почти половина из этих кислот приходится на линолевую кислоту чуть меньше в масле содержится пальмитиновой кислоты стериновой и олеиновой кислоты кроме того в масле зеленого кофе содержится и редкие жирные кислоты это арахиновая бигеновая и лигноцериновая в достаточно высокой концентрации масло зеленого кофе включает витамины а и е также необходимые для здоровья нашей кожи кроме того в его состав входят ряд аминокислот и полисахаридов и антисептические компоненты которые наделяют масло зеленого кофе лечебным свойствам о применении масла зеленого кофе для лечения дерматологических заболеваний будет сказано в разделе рецепты этого вида ученым и также доказано что масло зеленого кофе холодного отжима существенным образом увеличивает производство а рецепторов фибробластов это означает что масло зеленого кофе обладает очень высокой способностью к заживлению поврежденных тканей свойства масла зеленого кофе используется при защите от солнца всего 5 процентов зеленого кофе в косметическом средстве повышает его защиту с нуля до 15 единиц относительно крема плацебо и на 25 процентов увеличивают эффективность рецептуры социозащитного средств благодаря этим свойствам масло можно использовать как активное вещество для восстановления водного обмена в эпидермисе масло зеленого кофе способствует устранению жировых накоплений на проблемных участках тела стимулирует естественное сжигание подкожных жиров корректирует объемы тела позволяя похудеть и подтянуть кожу избавляет от дряблости проблемных участков как же получает масло зеленого кофе кофейные зерна собирает с дерева или кустарника извекает их из плодовой мякоти очищает от кожицы и подсушивает затем происходит прессование зерен для производства масла первого холодного отжима жмых после такого производства как правило используется для последующего получения кофейного масла методом экстракции свойства этих продуктов очень различается поэтому и следует путать масло первого холодного отжима от последующего масла полученного вторым и третьим методом экстракции масло из зеленых зерен кофе по своим свойствам считается гораздо эффективнее масло из обжаренных зерен обжарка изменяет их химический состав и аромат при обжарке огромное количество полезных и важных свойств компонентов утрачивается масло зеленого кофе полученного методом холодного прессования отличается высоким содержанием не омыленных жиров и линолевой кислоты наиболее важное биологическое активное вещество это кофеин в масле из зеленых зерен его содержится в гораздо большем количестве чем в масле из жареных зерен как выглядит качественное масло зеленого кофе такое масло представляет собой прозрачную субстанцию иногда желтым или зеленоватым оттенком запах травяной свежий немного терпкий если аромат другой или жидкость почти лишена запаха это может говорить о том что она хранилась не надлежащих условиях при нанесении на кожи небольшого количества масла она легко распределяется и впитывается последний фактор важно учитывать ведь если средство впитывается тяжело это значит что она смешана с другими маслами например оливковым или маслом косточек персика осадка и хлопья в масле быть не должно даже на дне при хранении в холодильнике масло может густеть мутнеть и застывать однако при комнатной температуре оно вновь становится жидким изменения происходящие при низкой температуре не вредят качеству продуктам где же купить масло зеленого кофе его покупают только там где оно получено холодным прессованием из высушенных и измельченных незрелых зерен кофейного дерева вида кофе арабик стоимость масла зеленого кофе зависит от фирмы производителя состава объема и присутствия в нем дополнительных ингредиентов так 30 миллиметровый флакончик органического масла зеленого кофе будет стоить 10 12 долларов за флакончик менее концентрированное масло можно приобрести тоже за 10 12 долларов но уже в 120 миллиметровой упаковки маски для лица масло отлично зарекомендовала себя в составе успокаивающих и омолаживающих масок для лица для того чтобы сделать маску с маслом зеленого кофе возьмите две столовые ложки жирной основы например крема смешайте с двумя тире 12 каплями масла зеленого кофе и наносите на лицо на 10 20 один-два раза в день кстати рекомендуется накладывать на лицо салфетки пропитанные таким составом натуральным полученным методом холодного отжима маслом зеленого кофе смачивают ватные диски и накладывают на участке вокруг глаз такая процедура устраняет темные круги под глазами избавляет от морщинок так называемых гусиных лапок или еще вариант более сложного рецепта возьмите пчелиного воска 30 грамм масло календулы 30 грамм масло зеленого кофе 10 грамм масло авокадо 10 грамм эфирное масло лаванды 5 капель аккуратно растопите воск на водяной бане слегка остывший воск домешайте все компоненты этот крем отлично и быстро устраняет темные круги под глазами используйте его два раза в сутки утром и вечером для ухода за сухой кожей лица и тела после ванны или душа разотрите в ладонях некоторое количество масла примерно одну-две чайные ложки и втирайте во влажную кожу маска для сухой кожи от шелушения возьмите яичный желток и смешайте с одной чайной ложь масло зеленого кофе полученную смесь наложите на кожу втирая или вбивая пальцами через 20 минут смойте маску теплой водой и промокните кожу салфеткой масло зеленого кофе для масок компрессов аппликаций от ран ожогов экземы псориаза для таких масок наложите на проблемные участки кожи тканевые или мадливые салфетки пропитанные кофейным маслом или смесью массив поверх компресса сделайте обертывание пленкой на несколько часов масло зеленого кофе для рук и ногтей такое масло питает и укрепляет ногти чистое масло или его смесь с одним из жирных масел в соотношении один к одному используют для смазывания ногтей и массажа ногтевого ложа и кожи рук один-два раза в день масло зеленого кофе для сухих шершавых потрескавшихся рук и ступней в этом случае обильно нанесите масло зеленого кофе на кожу в отрите оденьте перчатки или носочки на 1-3 часа процедуру желательно проводить после принятия ванны или ванночки для рук или ног перед сном уход с маслом зеленого кофе за проблемными губами потерявшими цвет для такого ухода на чистую кожу губ наносится с мягким массажем кофейное масло в месяц эфирным маслом курицы из расчета 5 капель эфирного масла на 10 миллилитров основы и оставьте смесь на губах на всю ночь масло зеленого кофе используется и как добавка в косметические средства с целью обогащения кремов и других средств для ухода за телом для этого берут 5-10 миллилитров органического или 6-8 капель эфирного масла на средний тюбик или баночку крема тщательно перемешивают и применяет как обычный крем еще раз напомню если добавляете эфирное масло зеленого кофе в крем то перед добавлением нанесите несколько капель эфирного масла на кожу если будет негативная реакция будет щипать появится покраснение значит лично вам эфирное масло зеленого кофе не подходит рецепт обогащение крема лосьона маслом зеленого кофе возьмите 5-10 миллилитров масла зеленого кофе и смешайте с 10 граммами крема тоника или лосьона или еще такой рецепт на две части масла зеленого кофе берется три части масла органа при целлюлите на проблемные участки где есть растяжки накладывают тканевые салфетки смоченные средством приготовленным из масла кофе и нескольких капель эфирного масла соотношение ингредиентов такое на 2 столовые ложки базисного масла 35 капель эфирного масла процедуры делать один-два раза в сутки продолжительностью 10-20 минут масло зеленого кофе одно из лучших массажных средств для удаления отеков и целлюлита она способствует выведению токсинов обладает хорошим дренажными свойствами и усиливает отток жидкости и тканей для антицеллюлитного массажа разотрыть и в ладонях некоторое количество примерно 1-2 чайные ложки масло и втирайте в кожу массажными движениями очень хорошо делать массаж в закрытом теплом помещении после бани и сауны рецепт антицеллюлитного скраба возьмите глицерина 60 грамм масло зеленого кофе 5 грамм соль мертвого моря 10 грамм и по 5 капель любого из следующего эфирных масел или всех вместе по 5 капель это можжевельник кедр вербена лимонная фенхель слегка нагрейте глицерин на водяной бане добавьте масло кофе и все перемешайте получится прозрачный гель в смесь добавьте эфирные масла и снова перемешайте добавьте морскую соль и опять перемешайте переложите в удобную баночку широким горлом наносите скраб не менее двух раз в неделю для этого его втирает в кожу легкими массажными движениями уделяя особое внимание проблемным зонам эта процедура проведенная в сауне или бани усилить действие скраба и поможет справиться с проявлениями целлюлита массаж с маслом зеленого кофе для массажа масло зеленого кофе можно использовать как в чистом виде так и в смеси с какими-либо другими жирным маслом соотношение один к одному смоченные в масле или смеси салфет накладываются на проблемные участки кожи на 10-20 минут один-два раза в день или делают массаж из расчета на 50 миллилитров органического масла зеленого кофе добавляет 5-6 капель любого эфирного массаж делают обычным способом уделяя особое внимание проблемным зонам рецепт масло зеленого кофе для массажа при похудении для массажа при похудении растворите эфирные масла сладкого фентгеля душицы лимона и черного перца по 4 капли каждого в 15 миллилитров смеси масло зеленого кофе и виноградного масла в соотношениях один к одному полученную смесь втирайте в кожу массажными движениями после водных процедур масло зеленого кофе при обертывании для похудения примите душ используя натуральный скраб вотрите кофейное масло в кожу проблемных мест оберните тело пленкой на 30-40 минут наденьте теплую обтягивающую одежду во время обертывания лучше заниматься домашними делами или физическими упражнениями масло зеленого кофе используется и для волос она устраняет ломкость тусклый вид восстанавливает естественный блеск с массажем головы стимулирует рост волос и останавливает их выпадение обогащение маслом зеленого кофе шампуня и бальзама возьмите 5-10 миллилитров масла зеленого кофе и смешайте со 100 миллилитрами шампуня или бальзама для волос и таким обогащенным маслом или бальзамом для волос мойте втирая легкими движениями полученный шампунь и затем оставьте на 5-10 минут после чего смойте для ухода за сухими ломкими тусклыми волосами наносите несколько капель зеленого масла кофе на гребень или расческу в чистом виде и расчесывайте волосы два-три раза в день от выпадения волос поможет следующая маска нанесите некоторое количество масла зеленого кофе в смеси с маслом жжоба в соотношении один к одному на волосы вотрите в кожу головы массажными движениями и оставьте масло на волосах на ночь утром вымойте голову натуральными средствами внутреннее применение масла зеленого кофе не изучалось традиционной медицине тем не менее есть положительные отзывы при применении его внутрь для похудения бодрости для улучшения работы сердца и кишечника а также для улучшения умственных способностей принимать его рекомендуют натощак или перед сном по 1-2 чайной ложки масла запивая стаканом теплого молока друзья подписывайтесь на медицинский канал а также на канал телеграм для получения анонсов выходящих новых видео желаю всем здоровья до следующих встреч до следующей встречи